Брифинг из Экибастоза о текущей ситуации с теплоснабжением. Олег Павлович, пожалуйста, на первое слово. Полностью на весь дом подано отопление и идут наладочные работы. Продолжаются работы на Машхоржу Супа 52. В этом 20-подъездном жилом комплексе из 20 подъездов запущено 14. В 6 подъездах ведутся такие же работы. Работы будут вестись всю ночь. Планируем завершить их к 8 утра завтрашнего дня. У многих возникает вопрос, почему мы так долго застряли на этих двух жилых комплексах. Объяснение очень простое. В отличие от других домов, на этих двух жилых комплексах батареи были полностью разморожены. Получается так, что вода не сдренировалась и она осталась полностью и в стояках, и в батареях этих комплексов. В связи с этим у нас, ну будем говорить, практически на всех этажах, на всех этажах каждой квартире мы меняли стояки и меняем батареи. Сейчас ведутся работы в 6 подъездах. Это 6 комплекс на Машхоржу Супа 52, подъезды 1, 2, 4, 5. 5 комплекс, 4 подъезд и 4 комплекс, 1 подъезд. Сегодня продолжилась активная работа по восстановлению водоснабжения. Из 28 жилых домов в 8 мы уже сделали подключение, разморозили водопровод. Ранее мы не могли заниматься такими работами массово, так как в домах не было тепла. Всю информацию о данной работе и о том, что у нас делается и в каком состоянии находится, вы можете посмотреть на сайте областного Акимата. Вот такая табличка, она опубликовывается и там четко здесь ясно сказано, что внешняя теплосеть, внешнее холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, внутренние сети канализации и внутренние тепловые сети. Здесь полностью отмечено, где, на каком этапе, что находится. Кроме этого, во время обходов теплосетей было выявлено повреждение на теплосети диаметром 426 мм на улице Машхорзусупа, микрорайона 5А. Руководителям штаба, первым заместителям премьер-министра Скляром Романом Васильевичем принято техническое решение о строительстве наружной тепловой сети в обход существующей трассы протяженностью 120 метров диаметром 426 мм поверху. Почему поверху? Если бы мы проводили ремонт по старой трассе в подземном исполнении, как она сейчас лежит, то потребовалось бы порядка 20 часов. А это значит, что отключение, опять же, микрорайона 5А, ну, будем говорить, на 20 часов прекратилось бы. В данном случае нами ведутся подготовительные работы. Уже этой ночью начнется монтаж теплосети, как я уже сказал. И в данном случае микрорайон для монтажа, именно переподключения, мы планируем завершить в течение 5 часов. Но точное время отключения, оно будет вам дополнительно сообщено. Пока повреждение находится на контроле, мониторится, ежечасно наблюдается, и мы будем производить сейчас строительство новой теплосети, вот этой новой перемычки. У меня все. Спасибо. А я, Матвич, пожалуйста. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok